оригинальный айфон 15 за 70 тысяч куплен с сайта озон это ни разу не реклама все прошло удачно телефон оригинальный есть нюансы об этом обо всем расскажу раньше айфоны продавались также и на aliexpress можно было и там купить сейчас озон global также происходит доставка и сам озон пишет что это оригинальный телефон ну и конечно мы проверили это на самом деле полностью оригинальный запечатанный неактивированный телефон расскажу про iphone 15 что в нем нового сравню с камерой iphone 13 pro max и на мое удивление оказалось что где-то iphone 15 снимает лучше но где-то iphone 15 проиграл iphone 13 pro max все наглядно покажу на примерах фото теперь немножко про сам iphone дело в том что iphone 15 получил usb type-c и теперь у вас крутой 14 pro max этого не поддерживает конечно же не беда но я недавно ездил к брату у них вся семья сидят на самсунгах на других андроидах у всех тайп си я один с айфоном у меня lightning нет была проблема и через буквально два-три года lightning будет окончательно похоронен и вы будете ходить искать lightning как будто бы вы ищете какую-нибудь старую зарядку nokia потому что вся линейка смартфонов айпэдов и макбуков она вся через lightning идет поэтому к сожалению lightning окончательно похоронен при первичной настройке айфона мы подключили к вайфаю и телефон сам предложил поставить русский язык и регион россия то есть с этим все в порядке у apple не бывает проблем у них один телефон со всеми прошивками со всеми бендами сотовой связи со всеми частотами проблем вообще не будет у нас на канале есть видео когда я мучился с самсунгом galaxy ноут 10 из алиэкспресс это была американская версия и там была плохая русификация то есть apple выпускает две модели в год у них нет проблем ни с частотами связи не с языком вообще нету ни с чем проблем после активации перед нами как будто бы рстешная версия айфона но у китайского телефона есть одна особенность нету я сим то есть электронную sim карту как на других версиях там европейских или американских здесь есть им невозможно подключить в чем преимущество есть им то что вы можете подключить по-моему до 7 карт ну то есть 3-4 карт спокойно работают его между ним переключайтесь конечно активная только две электронная sim карты но то есть прикольно если вы поехали в путешествие какую-то страну включить эту sim-карту и все она у вас включается какую-то одну из местных операторов выключили и потом уехали от этой стороны выключили эту есть им и все она у вас телефон сидит только только вы приехали Включаете Здесь другая особенность Здесь две физические сим-карты Для кого-то это плюс Но я считаю, что это, конечно, минус Лучше бы, конечно, была бы одна физическая сим-карта И множество Е7, как, скажем, на европейской версии Сам корпус iPhone 15 очень порадовал Матовый, легкий, смотрится просто великолепно Прошла вот эта детская глянцевая задняя крышка Она, конечно, была стеклянная Но смотрелось все очень дешево В обычной 13-й версии, 14-й версии, 12-й версии Смотрелось все очень дешево Не премиальный, не богато iPhone 15 совершенно другой Он в руках ощущается, как нечто дорогое И смотрится, как нечто дорогое То есть, вроде бы, казалось бы, что они сделали Просто сделали матовую заднюю спинку И все, проблемы все исчезли Телефон смотрится в руках просто классно iPhone 15 очень легкий По сравнению, скажем, с 14 Pro Max Он существенно легче Давайте теперь посмотрим немножко на фотографии Здесь у нас две камеры Камера от 14 Pro То есть 48 мегапикселей Можно снять три режима 48 мегапикселей, 24, 12 мегапикселей И сравниваем его с iPhone 13 Pro Max Двухлетний смартфон, но все равно На первых кадрах фотографии очень похожий Фото на основную камеру очень похожий Приближаю на компьютере два раза Отличий тоже нет Приближаю на компьютере в пять раз И все-таки iPhone 15 снимает лучшее качество Дело в том, что эту фотку я снял в разрешении 24 мегапикселя iPhone 13 Pro Max снимает максимально 12 мегапикселей И таким образом, вроде бы не совсем дорогой Относительно бюджетный iPhone 15 Снимает лучше, чем двухлетний Ультра супер флагман 13 Pro Max Поэтому iPhone 15 это классное устройство Если вы переходите со стареньких устройств Например, мой брат перешел на iPhone 15 С iPhone 12 Pro И он просто кайфует Он говорит, что вообще во всем лучше телефон И в разы лучше Хотя у него вроде была более премиальная версия Pro Версия 12 Здесь у него обычная пятнашка Теперь давайте посмотрим, как фотографировать смартфоны при приближении iPhone 15 может делать приближение в 10 раз То есть это уже цифровой зум с основного модуля камеры Выравнивая iPhone 13 Pro Max на те же 10X И у iPhone 13 Pro Max приближает уже не основная камера А телефото камера И видим, что разница есть Особенно в этом участке 13 Pro Max отрабатывает кадр лучше У 15 iPhone все-таки больше шумов И нет такой четкости Делаем на iPhone 13 Pro Max максимальное приближение 15 раз Кадр, конечно, плохого качества Но такое приближение iPhone 15 делать не может Вердикт такой, что если вы не часто приближаете То кадры в обычном режиме очень похожи Где-то iPhone 15 снимает лучшее ввиду высокого разрешения Ну и на новой оптики Поэтому iPhone 15 очень классная камера Но есть опять-таки минусы У него нет режима макросъемки То есть в iPhone 13 Pro и в iPhone 14 Pro эта фишка есть А тут новый телефон, как бы не дешевый И у iPhone 15 нет макросъемки Почему нет, непонятно Потому что макросъемку делает сверхширокая камера Но фотографии iPhone 15 делает очень хорошего качества И самое главное, что делает он очень быстро и с минимальными ошибками То есть iPhone 15, в отличие от множества Android смартфонов, может очень быстро фоткать Это, конечно, классная особенность И сами кадры получаются очень нарядными В качестве камерафона iPhone 15 выглядит очень классно Также по видео у него все в порядке По видео абсолютно нет проблем Очень плавная картинка Всякие режимы киноэффект и прочее Все здесь присутствует Поэтому на iPhone 15 мы имеем две камеры Но они хорошего качества Вернемся опять к корпусу Алюминиевая рама стала более сглаженной Нет той проблемы, которая была на, скажем, 14 Pro, 13 Pro Они прям вбивались в руку, было не очень комфортно У iPhone 15 линейки, этой проблемы нет Очень все классно Динамический остров, это прикольная штучка Честно говоря, без него тоже спокойно живешь Новый вырез дисплея, нравится он вам или нет Но это уже фирменный узнаваемый стиль Apple И, скажем, уже предыдущие iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max Они уже кажутся устаревшим форматом И с каждым годом все больше и больше приложений Будут использовать эту анимацию возле динамического острова Развитие идет в эту сторону А это телефон Nubia У него вообще нет никакого выреза Сплошной дисплей И уверен, что вслед за Nubia Через несколько лет Когда уже технологии будут хорошо работать И на iPhone появятся абсолютно ровные дисплеи Без каких-то вырезов Дисплей, честно сказать, очень хорошего качества Он с очень высоким разрешением По цветокалибровке По всем параметрам Это просто великолепный дисплей Минус его в том, что у него нету поддержки 120 Гц Сейчас многие владельцы Android смартфонов За 25-300 тысяч рублей Ликуют, что у них есть 90 Гц, 120 Гц А у очень дорогого iPhone 15 Этой функции нет Не нужно торопиться Не нужно смотреть на характеристики iPhone 15 обладает великолепно крутым Качественным дисплеем То, чего нет на Android за 30 тысяч рублей И герцовку 120 Гц Лично мой глаз не видит Но чем страдает iPhone 15 Это автономностью Дело в том, что у iPhone 120 Гц они динамические Они показывают 10 Гц, 30 Гц, 90 Гц И они могут динамически меняться И этим они сохраняют заряд батарейки Поэтому iPhone Pro версии живут дольше, чем обычные iPhone Еще одна неприятная особенность iPhone 15 За что нету здесь Always On Display Казалось бы, раньше без этого спокойно жили И 13 Pro Max я использовал без этого режима Но все-таки, когда на 14 Pro Max этот режим уже есть Привыкаешь Ну, классная штука, честно говоря Android владельцы тут на самом деле можете ликовать Это есть на многих Android смартфонах А на iPhone 15 этого нет Несколько плюсов, которые я вижу в использовании iPhone 15 В первую очередь это Face ID Это очень классно, это самая удобная система разблокировки смартфона Лучше еще ничего не придумали Отпечаток это архаизм Каждый раз нужно тянуться Мне это совершенно не нравится Face ID это непревзойденная технология Такого нет ни у одной компании Им очень удобно пользоваться Немножко про iOS Сейчас iOS стал заложником ситуации Потому что если какие-то приложения уже убраны из Play Market и App Store То на Android мы зашли на официальный сайт Скачали APK версию И у нас без проблем программа устанавливается С iPhone же нужно ехать в каждый отдельный банк Поэтому если iPhone был раньше очень функциональным смартфоном То теперь им тяжелее стало пользоваться, чем Android Вам нужно этот момент просто учитывать Но все-таки на Android сейчас проще с приложениями На iPhone очень много виджетов Эти виджеты ужасные На самом деле они кривые и косые Я не знаю людей из моего окружения, кто пользуется виджетами iPhone 15 за 70 тысяч рублей Конечно, курс постоянно меняется Но все равно это очень хорошая покупка И найти ему альтернативу очень сложно Среди Android флагманов Тот же Xiaomi в данном корпусе По многим параметрам iPhone будет превосходить И очень много фишек будет именно у iPhone 15 То, чего не будет у этого премиального Xiaomi Ну или у другого Android смартфона Все-таки очень много фишек, которые подвязаны именно к iPhone То есть Apple TV вы там уже так классно не посмотрите Мне телефон очень понравился Всерьез считаю, что размер дисплея 6,1 дюйма в iPhone 15 Очень классно выглядит Тем более, что и вырез стал другой И к дисплею 6,1 дюймов привыкаешь Я пользовался iPhone 12 mini И тогда я кайфовал То есть стереотип того, что нужен телефон с большим дисплеем Это не совсем правда Потому что на ходу пользоваться, например, iPhone 14 Pro Max Это нереально, это очень сложно Летом легкие штаны, тянет карман, неудобно Вот 15 легкий, мне нравится Напишите ваше мнение Стоит ли iPhone 15 своих денег Планируете ли вы на него переходить Спасибо за просмотр, до новых встреч